Рад видеть вас на канале час ремонта. Сегодня на обзоре шпоночный фрезер Makita PJ7000. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Шпоночный фрезер Makita PJ7000 более легкий, функциональный и удобный, чем его предшественники. Инструмент предназначен для профессионального изготовления мебели и предметов интерьера, а именно для устройства прочных щитовых соединений. Редуктор накрыт металлическим кожухом. Высокая теплопроводность этого материала снижает риск перегрева механизма при интенсивной эксплуатации. К тому же на корпусе имеются вентиляционные прорези для эффективной естественной вентиляции двигателя и прочего. Литая алюминиевая платформа имеет точную геометрию. Узкий корпус обрезинен и удобен для захвата. Для более уверенного управления инструментом имеется дополнительная ручка, устанавливаемая сверху. Для сбора опилок шпоночный фрезер Makita PJ7000, укомплектован практичным тканевым пылесборником. Благодаря поворотному патрубку пылесборник можно размещать таким образом, чтобы он не мешал в работе. То же касается и шланга под соединение к пылесосу, который рекомендуется задействовать для чистоты процесса при больших объемах работ. Устройство работает с уровнем шума до 97 дБ, весит 2,5 кг и имеет размеры 139 на 145 на 302 мм. В комплекте, кроме самого фрезера, вы получите шпоночную фрезу, пылесборник, торцовый ключ, рукоятку, чемодан и документацию, упаковка, картон. Инструмент оснащен надежным электродвигателем с мощностью потребления 710 Вт, скорость которого достигает 11 000 оборотов в минуту. Ползунковый переключатель вкал-выкал имеет удобное расположение. Фрезерование осуществляется на глубину 2 см. Регулировка глубины реза осуществляется с помощью специального регулятора с шестью ступенями. Угол реза также подлежит простой регулировке с быстрой фиксацией угловых положений 0 градусов, 45 градусов и 90 градусов. Дисковая фреза располагается под крышкой, которая фиксируется зажимными винтами. Для более простой и безопасной смены режущей оснастки предусмотрена кнопка блокировки шпинделя. Преимущества. Прочная и надежная конструкция, длина сетевого шнура 2,5 м, максимальная глубина реза 20 мм, диаметр режущего диска 100 мм, прецизионный реечный механизм для настройки вертикальной рейки, 6 установок глубины для шпонок 0,10,20, летая алюминиевая поворотная линейка с фиксатором на 450 и на 900. Расшивка паза до 12 мм. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Жесткий провод. Дороговато. Основной опорно-регулировочный узел реализован отвратительно. Но есть и позитивные отзывы. Простота регулировки. Отсутствие люфтов. Уверенная работа. Неплохая точность. Можно работать одной рукой. Выброс опилок регулируется. Приятно держать в руках инструмент. Качественная сборка. Возможно, вы станете владельцем этой модели ручного фрезера. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!